Суббота в Щелкове была наполнена солнечным светом и атмосферой творчества. В городе вспоминали двух знаменитых местных поэтов. Мемориальные доски были открыты на домах, где жили Андрей Хуторянин и Иван Рудаков. Месяц назад инициативные группы обратились в комиссию по увековечению памяти выдающихся жителей Щелковского района. Комиссия единогласно приняла решение о том, чтобы эти две мемориальные доски на домах, где проживали эти замечательные люди, были сделаны и эти мероприятия состоялись. Первый адрес – Щелково, улица Иванова, 13А. Андрей Хуторянин – это литературный псевдоним Андрея Тихоновича Львова. В его богатой творческой биографии – публикации в ведущих советских газетах и журналах «Известия», «Красная звезда», «Огонек», «Новый мир» и другие. Самый известный факт – стихотворение «Родине» было включено в школьный учебник «Родная речь». С 1944 года Андрей Хуторянин работал в районной газете «Коммунист» на невремя, при редакции которой создал литературное объединение. За инициативу по увековечению памяти поэта, в частности издания книги «Ево стихов», собравшиеся благодарили щелковского литератора Владимира Вельможина. Мемориальную доску создал скульптор Олег Бадмаев. Финансово помогли меценаты. На церемонии открытия выступили глава района Надежда Суровцева, депутат МОСОБУЛ Думы Владимир Шапкин, внучки Андрея Хуторянина. Историю нужно помнить, историю нужно знать. А история творится и делается вот такими людьми, как Андрей Тихонович. Запечатлена она в его стихах. Да, только так. Не уступать, не стариться. Под временем, под натиском стихий. И если даже нас и не останется, останутся и будут жить стихи. Я поздравляю вас, дорогие мои щелковцы. Поздравляю с тем, что наконец у нас с вами соединилась связь времен. Октябрьская, 24. В этой пятиэтажке в Жигалове больше 10 лет прожил Иван Васильевич Рудаков. Человек, известный каждому, кто хоть раз слышал песню о Щелкове, ставшую по сути гимном нашего города. Самое главное, чтобы мы, каждый в своем сердце, чтили память о таких замечательных людях, как Иван Васильевич Рудаков. Поэтому сегодня, я считаю, для всех почитателей его таланта, это праздник, с которым я вас поздравляю. Мы всегда помним и всегда поем его песни о Щелкове. Иван Васильевич 25 лет отслужил в Советской армии. На ракетном полигоне «Капустин-Яр» укреплял воздушный щит Родины. Работал в Королевском центре управления полетами. И наряду с этим творил, творил, творил. Был членом-корреспондентом Академии российской словесности. Входил в правление областной организации Союза писателей России. Являлся лауреатом многих литературных премий и конкурсов. С 1998 года Иван Рудаков возглавлял, созданное Андреем Хуторяниным, литобъединение слова, в котором давал путевку в большую творческую жизнь местным литераторам. Зрителям Щелковского телевидения запомнился, как автор и ведущий телепрограмм «Вдохновение», поэтический этюд «Дорога в будущее». Писал стихи Иван Васильевич с детства, но именно здесь, на Щелковской земле, куда он приехал в 1977 году, рассвел его поэтический дар. Твердят вокруг, что лишь по молодости лет звучат в душе и скрипки и волторны. Поэзия – любовь, а как сказал поэт любви, все возрасты покорны. Именем Ивана Рудакова названа улица в микрорайоне Чкаловский. Теперь открыта памятная доска. На ней слова песни о Щелкове и портрет работы Игоря Кривого, написанный им в последний год жизни Ивана Васильевича. По словам хранительницы творческого наследия поэта Людмилы Олейниковой, молодой художник очень тонко и верно прочувствовал характер Ивана Рудакова. Их дружеские отношения завязались, когда Игорь был еще школьником. Иван Васильевич был очень мудрым человеком. Он никогда не обострял никаких взаимоотношений, был очень разумен в поступках. Вот сейчас его тяжело упрекнуть в чем-то. И остается только радоваться, потому что человек оставил нам большое число произведений своих. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, но они уже есть, они живут. Иван Васильевич неутомимый человек был. Просто вот столько, сколько он вмещал в себя, это поразительно. Это в таком возрасте человек успевал все. Конечно, очень приятно, что сегодня и погода способствует. Люди, так сказать, внимательные люди, неравнодушные, пришли на это мероприятие. Благодарны очень. А вокруг земля в два воршел квык, красотой пенит без вина. Это наш с тобой город Чарково, подмосковная сторона. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.